Встреча советских и американских солдат на реке Эльбе близ Таргау, наступавшие с востока и с запада союзники встретились в центре поверженной Германии. Встреча на Эльбе стала своего рода символом союзнического братства в годы Второй мировой войны. Вторая мировая была коалиционной войной. Против нацизма объединились самые разные страны. И победу в этой войне одержали не Советский Союз, не Соединенные Штаты, не Соединенное Королевство Великобритании, Шотландии, Северной Иландии, а антигитлеровская коалиция, носившая звучное название «Объединенные нации». И вот, чтобы напомнить об этом, мы решили показать на нашем видеоканале документальный фильм «Союзники. Верой и правдой». Снятый в 2010 году продюсером Александром Константиновичем Смолко и режиссером Сергеем Леонидовичем Зайцевым. В его основе интервью с живыми участниками войны. Тогда еще живыми участниками войны. Из России, Великобритании, Соединенных Штатов и даже Германии. Как им виделась война? С чем для них было союзничество? Что для них значила антигитлеровская коалиция? Этот фильм был показан во многих странах. И всюду встречал самый радушный прием. Этот фильм был удостоен нескольких престижных кинопремий. на фестивалях неигрового кино в России и за рубежом. Предварить показ этого фильма мы решили вот такой небольшой видеопрограммой, в которой выступят создатели фильма, продюсер Александр Константинович Смолко и режиссер Сергей Леонидович Зайцев. Великая Отечественная и Вторая мировая война являются одной из приоритетных тем для Фонда исторической перспективы. В сотрудничестве с издательством «Веча» фонд выпустил целых две серии книг актуальной истории «Правда Победы», куда вошли работы ведущих российских историков, посвященных Великой Отечественной войне. Проведено много круглых столов, конференций. На нашем видеоканале вы можете найти интересные просветительские видеопрограммы и лекции, посвященные истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. И вот демонстрация фильма «Союзники», предваряемая комментариями его авторов, продолжает нашу деятельность в этом направлении. Как вообще возникла идея сделать такой фильм? В 1998 году генерал-полковник Антошкин, герой Советского Союза, известный летчик, он отвечал как раз за сотрудничество в историческом плане, в том числе за проект «Нормандия-Неман» эскадрильи. И, значит, вот он меня попросил, так сказать, кое в чем им помочь, потому что наступала 45-я годовщина создания эскадрильи, и наших пригласили во Францию на эти торжества. Ну и вот, так сказать, были у них там какие-то финансовые проблемы, я их помог решить. И они меня пригласили тоже на это вот мероприятие. А я в то время как раз работал во Франции, и, в общем-то, значит, работал по линии аэрофлота, и мне приходилось общаться с авиационными людьми, и в том числе с ветеранами войны в прошлом летчиками. И вот мероприятие, посвященное 45-летию эскадрильи «Нормандия-Неман», проводилось это в Кальмаре, в Эльзасе, там базировался полк «Нормандия-Неман». И надо сказать, что вот это очень, так скажем, сильное впечатление на меня произвело, и, в частности, вот такой момент. Ну, наши прилетели туда на Йосеме-Шестых, там с запасами, всё как полагается. Французы сделали хороший вечер, да, и наши, так сказать, добавили. Ну, и когда уже всё закончилось, народ стал, что называется, кучковаться, и вот группа французов собралась вокруг одного человека. Значит, я на тот момент не был с ним знаком, вот, потом мы с ним познакомились. Его фамилия Мазюрель, он сначала был техником, а потом лётчиком уже эскадрильи «Нормандия-Неман». Кстати, вот на то, скажем так, мероприятие, с нашей стороны уже лётчиков в живых не было, были техники из «Нормандии-Неман». И вот этот Мазюрель рассказывает людям, которые вокруг него собрались, как начиналась вот эта вот «Нормандия-Неман». Значит, мы с ним не были знакомы, он не знал, что, так сказать, я знаю французский, то есть это совершенно вот была такая естественная обстановка. И вот он рассказывает, когда генерал Деголь решил создать, вот привлечь французских лётчиков к борьбе с немецкими люфтваффе, он обратился к лётчикам-французам, которые были по всему миру разбросаны. И так многие из них потянулись в Москву. Кто-то из Ливана, кто-то из Алжира, значит, кто-то из Марокко. Короче, они собрались в Москве. И вот здесь вот такой момент ключевой. Вот он рассказывает, бедность была в Советском Союзе страшна. И вот когда богатый делится чем-то, ну это нормально. А вот когда бедный от себя отдаёт последнее, вот мы этого не забудем никогда. Значит, у меня, честно говоря, поступил, подступил комок к горлу. И вот я, так вот я почувствовал, что вот те люди, которые воевали, которые прошли войну, для них ни холодной войны не было, для них ни пропаганды никакой не было, для них была, так сказать, вот эта фронтовая дружба, оценка, так сказать, друг друга, оценка нашего вклада. И вот тогда я подумал, что хорошо бы сделать фильм с участием ветеранов, которые проползли, что называется, войну на брюхи. Им никогда слова не давали. И выступали генералы, так сказать, и там старшие офицеры. А вот простому солдату слова не давали. И вот таким образом возникла идея этого фильма, и мы этот фильм сделали. О фильме, в общем-то, говорить было бы неправильно. Фильм надо смотреть, и тогда будет всё ясно. Ну а что касается вот Второй мировой войны, то, конечно, я, вот занимаясь этим фильмом, скажем так, погрузился в тему и знаю некоторые вещи, которые, в общем-то, мало доступны, мало известны, несмотря на то, что много вот о них говорят. Вот одной из таких тем является ленд-лиз. Что очень важный момент, принципиальный момент, да? Ленд-лиз для наших союзников не был коммерческим проектом. Да, американская экономика вышла из войны, так сказать, очень такой обогащённой, да. Да, американцы стали, США стала державой номер один, но, так сказать, и военные заказы по ленд-лизу этому помогли, но, тем не менее, я бы хотел вот привести такую цитату. Это слова Стетениуса, американский бизнесмен и политик. Он отвечал за ленд-лиз, он был человек, близкий к Трумэну. И вот он говорил так. Главным вкладом в оборону США, сделанным Англией, Советским Союзом, Китаем и другими странами, явилась, конечно, их война со странами осей. И это самое главное, что наша страна получила в ответ за помощь по ленд-лизу. В докладе Конгрессу 25 января 43 года я подчеркнул, эту помощь невозможно измерить в цифрах. Не существует стандартных оценок, с помощью которых, например, можно было бы сопоставить тысячу погибших русских солдат и тысячу истребителей. Все, кто погиб на полях сражений в Англии, Китае, России, в Африке и Азии, пали, защищая свою родину. Но эти народы воевали и воюют с нашим общим врагом. Их жертвы спасают жизни американцев. Ленд-лиз, конечно, нам помог очень здорово в войне. Это надо отдать должное. Но даже не это главное. Не это главное. Я перехожу сейчас к роли, к оценке вклада союзников. Но первое, тут, так сказать, без вопросов. На Восточном фронте, то есть Красной армией, было разбито примерно 600 немецких дивизий и союзников. Союзники разбили где-то 175 дивизий. То есть в соотношении 75% и 25% говорит о многом. Поэтому говорить о том, чей вклад больше, не приходится. Но 25% – это, в общем-то, тоже немало. И тут ведь вот какая история. За ленд-лиз в политбюро отвечал Микоян. Он был министром внешней торговли, ему это близко было. И вот по его оценке, по его оценке, ленд-лиз помог нам сократить войну на год-полтора. А год-полтора войны – это минимум миллион потерь. Второй момент. Второй фронт был открыт летом 44-го года. То есть реально союзники воевали на Западном фронте чуть меньше года. За это время они потеряли где-то 750 тысяч убитыми. И вот получается, что, так сказать, нам союзники помогли сохранить почти 2 миллиона жизней наших солдат. А это, как ни крути, это примерно 25% потерь, невозвратных потерь. И, конечно, мы должны об этом помнить и должны это ценить. И вот что важно, что важно, в нашем фильме ветераны, которые участвовали в войне и прошли ее, так сказать, от начала до конца. И англичане, и немцы. Это вот, посмотрев фильм, станет понятно, почему мы снимали немцев, причем как солдат вермахта, так и солдат, которые воевали на стороне Красной Армии. и французы. И для них, в общем-то, вопрос, вопрос, так сказать, чей вклад больше, да, значит, вопрос, так сказать, братства боевого, он никогда не стоял. Вот мне приходилось не раз, так сказать, представлять вот этот фильм, да, в разных аудиториях. В дружественных аудиториях, не очень дружественных. И вот мне как раз не раз задавали вопрос, так сказать, о роли англичан, что вот англичане – это вот такие люди, с которыми надо всегда ухо держать в остро, у них всегда свой интерес. И, значит, у меня на этот вопрос ответ простой, да. Вот есть такая, ну, значит, скажем, фраза, да, хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними. Ну, такой устоявшийся оборот, да. Но, значит, вот для меня, для меня, да, вот англосакс – это Черчилль, это, так сказать, скажем так, брак, который никогда не скрывал своего отношения. Это с одной стороны. Но англосакс и Джок Демпстер, который показывал в нашем фильме, который 16-летним юнгой принимал участие в северных конвоях, чудом остался жив. И который в фильме говорит, что если бы нам кто-то вот в то время, когда окончилась война, сказал, что мы будем снова воевать, мы бы такого человека сочли сумасшедшим просто. А сейчас, в общем-то, дело идет к тому, что, скажем так, обстановка накаляется. А вот мое мнение, что главный вклад союзников в победу, победу коалиции, следующим состоит. Это, прежде всего, война в воздухе. Американская промышленность во время войны выпустила где-то почти 300 тысяч различных самолетов. Английская промышленность порядка чуть больше 100 тысяч. Наша промышленность выпустила 115 тысяч самолетов разного типа. Так вот, значит, получается, что на Западном фронте, на Тихом океане с немцами воевало примерно 400... Ну да, еще по Ленд-Лизу нам, конечно, самолеты поставляли и американцы, и англичане. Но это было, скажем, не так много. Это где-то было порядка 30 тысяч. Не в этом дело. А вот то, что там они дали настоящий бой, да, и помогли оттянуть самолеты Люфтваффе с нашего фронта на Западный, и тем самым мы достигли стратегического превосходства в воздухе, что, в общем-то, во многом и определило победу нашу. Ну и еще такой фактор. Ведь союзники долбили Германию, превращая германские города предприятия в пыль. В 1944 году, летом, они разбомбили заводы, которые производили синтетический бензин. И, в общем-то, это, скажем, малоизвестный факт, но это, так сказать, именно так. И тогда Люфтваффе по существу осталось, так сказать, без бензина, и мы уже имели полное превосходство в воздухе. Скажите, пожалуйста, вот, что для вас было наибольшим открытием военно-работы над этим фильмом? Ух, открытий было очень много. Надо сказать, что наш фильм уже в ушедшем году отметил десятилетие. Мы сделали его 65-летию Победы. Показывали, правда, премьера была не на День Победы, а на День окончания Второй мировой войны 2 сентября 2010 года. Вот, и за, не только за время съемок, наверное, фильма нашего, а за эти все годы, за десятилетия, открытий было очень много, потому что ведь фильм продолжает жить, ну, наверное, все-таки более-менее удачная картина продолжает жить, и продолжает происходить открытие, потому что нас выходили ветераны, делились своими историями, ветераны из разных стран, были иногда горькие сожаления, что этих ветеранов мы не запечатлели, а сейчас уже за 10 лет, представьте себе, насколько их количество сократилось, да, ветеранов Второй мировой, живущих на Земле. Ну, вы знаете, были несколько, может быть, я все сейчас не вспомню, но вот один, я помню, случай, Джок Демпстер, ветеран из Шотландии, который вступил в войну, еще будучи 16-летним парнем, он участвовал вот в конвоях, в северных конвоях, он сказал, это не вошло в фильм, вот я вам рассказываю то, что нет, то, чего нет в картине, он говорил, что в 45-м, 46-м, 47-м годах после войны, если бы нам кто-то сказал, что еще где-нибудь, когда-нибудь, хоть какой-нибудь, самый малый будет, произойдет вооруженный конфликт, он говорит, мы бы, наверное, у виска покрутили, и решили, что человек, который это говорит, сумасшедший, то есть, вот таково было напряжение от пережитого у всех, только у русских, у всех, вот, и он говорит, и посмотрите, к чему мы пришли, мы воюем, опять там, 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 то есть, история ничему, ничему не учит, другое дело, что помнить ее уроки все-таки, все-таки, конечно, нужно, вот, вот, я когда-то для себя ответил на вопрос, зачем учить историю таким образом, то есть, если тебя не интересует, что было раньше, значит, ты должен жить по принципу, и после меня хоть потоп, то есть, а тебе все равно, как будут жить твои дети и внуки, вот, а это вот нас уже не устраивает, нам кажется, что наши дети должны быть жить хорошо, и у них все должно быть, так как же у них все будет хорошо, если они не знают, что было с дедами, прадедами, ну, вот, как-то так. Был ли прокат этого фильма за рубежом, и какая была реакция там? Очень хорошее, за рубежом был прокат довольно, ну, как прокат, в понимании проката, так сказать, коммерческого кино, конечно, никакого проката не было, документальное кино, не игровое кино, так скажем, да, оно совершенно по-другому прокатывается, да, я сразу должен оговориться, я вообще не делю кино на документальное и художественное, я делю кино на игровое и не игровое, да, любой неигровой фильм, значит, в силу, конечно, в меру таланта авторов, он обязан стремиться к тому, чтобы быть художественным, да, поэтому, так сказать, кино, и часто мы видим, что игровое кино антихудожественно, поэтому, ну, мы старались, так сказать, и опыт десяти лет показов в разных странах говорит о том, что фильм, наверное, все-таки получился, наверное, получился, вот, конечно, всегда есть, как сказать, искушение, что ли, у художника, у автора, там, что-то переделать, что-то доделать, что-то доснять, что-то перемонтировать, но, как правило, это ведь не получается, никогда ты уже не можешь вернуться, на самом деле, к картине жизнь тебя к другому подталкивает, вот, я надеюсь, что мы еще что-то создадим, но, конечно, фильм, мы его, в тех странах, во-первых, в которых мы снимали его, в Америке, в Великобритании, во Франции, в Германии, были успешные показы, в Америке, в разных городах мы показывали картину, и на восточном побережье, и на западном побережье, и везде отклики были, вы понимаете, вот этот фильм интернационален, вот, его воспринимают все одинаково, более того, немцы его хорошо воспринимают, значит, когда мы заканчивали фильм, значит, я советовался с Александром Константиновичем, с Молко, с нашим продюсером, автором идеи этого фильма, стоит ли включать в картину воспоминания немцев, бывших солдат вермахта, но мы сомневались недолго, потому что пришли к тому, что сегодня эти люди, ну, снимал я их 10 лет назад, можно сказать, что сегодня, они говорят, а фильм при этом должен называться «Союзники», они сегодня говорят, как союзники против войны, те, кто будет смотреть наш фильм, «Союзники веры и правды», увидят, что и немцы, и бывшие солдаты вермахта, говорят сегодня, как союзники против вот этой мировой бойни. У вас был фильм, посвященный Первой мировой войне, они сражались за Францию, тоже затрагивающий тему союзничества в годы Первой мировой войны. У вас есть фильм про Вторую мировую войну, посвященный событиям Второй мировой. Вот, как вам кажется, возможно ли в этой своеобразной диалогии продолжение? Трудно сказать, возможно ли продолжение у диалогии погибли за Францию и союзники. Надеюсь, надеюсь, что мы не будем снимать о Третьей мировой. Когда-то, несколько лет назад, мы с Александром Константиновичем Смолко хотели снимать еще один фильм о Второй мировой войне, который рассказывал бы о совсем неизвестной нам войне, например, войне в океане, участии Китая во Второй мировой войне, там же очень много народу погибло. Вот, но как-то привлекли даже для этого Питера Кузника, который был соавтором Оливера Стоуна. Хотели бы, тогда мы мечтали, значит, что Стоун будет художественным руководителем проекта, но как-то проект не сложился. Ну, на все воле Божье. Значит, и не должен был сложиться. Трудно сказать, что еще можно на эту тему. Ну, ведь в любом случае ветераны уходят, и то, что нужно записывать их воспоминания, я на любом показе говорю, потому что молодежи особенно, говорю, у вас у всех в руках гаджеты, да, если вы у кого живы, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, участники войны, запишите на телефон, это абсолютно бесценно. Даже не придаем этому значения, а ведь если бы у нас была возможность записать ветеранов в Бородинской битвы, мы бы сейчас, наверное, с вами побежали бы, где-то какой-нибудь там, так сказать, ветеран был жив. Вот, так же ценны будут и те воспоминания, которые мы сегодня еще имеем возможность записать. Что бы вы пожелали современному зрителю перед просмотром этого фильма, который будет смотреть сейчас, через 10 лет после ее окончания его съемки, вот сейчас, в нынешней ситуации, в 21-м году? Трудно сказать, что бы я мог пожелать зрителю перед просмотром фильма. Я бы скорее пожелал нашему зрителю, отечественному, прививать, пытаться привить себе к культуру, смотреть документальное неигровое кино, которое у нас не то, что не смотрит сейчас, у нас вообще даже не понимают, что это за жанр такой. Если в советское время еще как-то все-таки зритель понимал, что это так или иначе все-таки документальное кино, оно просачивалось, да, или в виде, так сказать, журнала новости дня, да, хотя это, конечно, особый жанр документального, неигрового кино, либо телевизор обязательно показывал, да, время от времени, это как обязательная программа была, да, и вот эта вот культура, она все равно была привита, в общем, на Западе культура смотреть неигровое кино очень здорово привита, развита, вот, поэтому, если мы будем, вы понимаете, какая штука, вот меня с каких-то пор совершенно почти перестало интересовать кассовое большое прокатное кино, потому что оно превратилось, ну, помимо того, что, собственно, это звенья одной цепи, оно стало продюсерским, и оно превратилось в аттракцион, вот аттракцион мне смотреть неинтересно, сейчас поразительно, я даже как-то в какой-то момент я обнаружил, что, ну, вот в гаджете, в телефоне, если ты набираешь в сообщении слово кино, у тебя автоматически картинка возникает, какая? Попкорн. Поразительно. То есть, уже западная культура не отделяет искусство кино, кинематографию, кинематограф, от попкорна. Не отделяет, это заменяемо, это даже в мозгах гаджета даже заложено. Поэтому, в общем, по большому счету, наверное, искусство кино почти умерло. Когда тут мне посчастливилось общаться с Таниной Гуэра близко, за столом, так сказать, и все, он интересовался, значит, нашим документальным кино, и как бы такое пожелание с его стороны я запомнил, он сказал такую вещь, он сказал, кино умерло, имея в виду мировой кинематограф. А было это, я вам могу сказать, 12 лет назад, в 2009 году. Он сказал, кино умерло, все, что вы можете сделать, дальше двоеточие, откажитесь от бюджета, возьмите в руки камеру, вот как вы сейчас это делаете, пойдите и снимите хорошее документальное кино. То есть, представьте, вот отправные для того, чтобы создать подобие произведения искусства. откажитесь от бюджета, возьмите в руки камеру, пойдите и снимите хорошее документальное кино. Вот я это завис... Конечно, можно не понимать буквально слова Гуэрра, да, но все-таки, смотрите, здесь очень много интересного заложено. То есть, в принципе, мы с вами имеем возможность снять произведения искусства. если не будем идти на поводу, значит, у того, что нам навязывается, что кино невозможно без бюджета. Произведение искусства возможно всегда, да, даже если вот оно начинает рождаться на бумаге. Вот лежит бумага перед вами, вы можете начать его создавать, это произведение искусства. А потом уже думать, как реализовывать. Конечно, конечно, понятно, что кино и искусство дорогостоящее, кино и искусство коллективное. Но можно вот этому продюсерскому кино, вот этому аттракциону, который забил все абсолютно, как-то иначе противостоять. То есть, совершенно неожиданным образом идти от противного. То есть, мы идем от противного. Мы, условно говоря, берем в руки камеру, идем и снимаем кино.